Ноябрь Сегодня наш экипаж попытается проделать длинный путь, начинающийся от сопки Круглая и заканчивающийся в бывшем совхозе Михайловской. Достигли отправной точки нашего маршрута. Это сопка Круглая. Сейчас травим колеса и продолжим дальнейший путь. Если верить данным навигационных карт, то левее сопки Круглой, по ту сторону от дороги, находится нежилое поселение Новостройка. Вот дорога пошла вниз, и там наверху видно развалины от бывшего поселения Новостройка. Миновав урочище Черная Яма, проезжаем богом забытый железнодорожный поселок. Видно, что жизнь здесь еще есть, но и она постепенно покидает эти места. Вот мы выехали из железнодорожного поселка Аврора и добрались до развилки. Вот в эту сторону идет упраздненная железнодорожная станция Фестивальная и нежилые поселения Родионовка и Шишка. Мы направляемся на развилки прямо в сторону нежилого поселения Саранчево. На очередной развилке уходим направо, пересекаем мост через речку Таловка, и нашему взору открываются развалины когда-то жилого поселения Саранчево. Вот они, остатки от бывшего поселения Саранчево, в котором когда-то, возможно, кипела жизнь. Возможно, кто-то рождался в этих местах. Сейчас картина обречающая. Саранчево 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 Субтитры делал DimaTorzok Сейчас попробуем посмотреть, что там внутри Похоже на какое-то действительно жилое помещение Видно даже следы электропроводки, которые уже благополучно сняли Возможно здесь когда-то кто-то и жил Сейчас-то пристаничали каких-нибудь охотников По имеющейся информации, в этих местах стояло 93 жилых дома Также удалось найти информацию об одном из жителей села Саранчево Это Плотников Дмитрий Яковлевич, родившийся в селе Саранчево 6 сентября 1923 года Прошедший Великую Отечественную войну и работавший директором одной из школ города Усть-Каменогорск Вот такая небольшая экскурсия по бывшему поселению Саранчево Конечно интересно, что было здесь Если получится раздобыть какую-то информацию, будет очень здорово А так пока удалось найти только его местоположение на старых картах 40-летней давности Кстати говоря, сразу не обратил внимания Здесь вокруг этого поселения все изрыто Поначалу мне показалось, что это крот делает свои норы А потом, проходя рядом с дорогой, увидел, что ямы эти вырыты каким-то инструментом типа лопаты Скорее всего здесь орудовали уже металлокопы Добывали металл, потому что то там, то там валяется То крышка от какой-то кастрюли, то батарейка Покидаем село Саранчево А вернее то, что от него осталось И держим путь дальше Продолжаем поворот на заимку Паратникова Оставляем в стороне село Озерки В котором еще теплится жизнь И через несколько километров въезжаем в бывший совхоз Михайловский Видно, что поселок живой Но и эти места времени щадит И никто не знает, что будет с этим поселком в далеком будущем Конечная точка нашего сегодняшнего маршрута Бывший совхоз Михайловский Вот виднеется асфальтовое полотно, через которое мы переехали Чтобы согреться, попить чайку Подкачать колеса И после этого выдвинемся в обратный путь То, что мы сегодня хотели А именно найти и посетить заброшенное поселение Саранчева Мы добились нашей цели Подкрепившись оставшимися бутербродами И согревшись горячим чаем Накачиваем колеса до нормального давления И выдвигаемся в сторону дома Стоит отметить, что в нашей практике Это первое путешествие подобного формата И сегодня нам повезло Повезло в том, что удалось отыскать нежилой поселок Саранчева И в том, что дорога до него оказалась не очень сложной Будем надеяться, что с поселениями Шишка и Родионовка Нашей следующей целью путешествий исторического формата Нам повезет не меньше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...